Григорий Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Наступил новый учебный год, дети уже сели за парты и пошли в спортивные секции. Соответственно, вырос, наверное, риск несчастных случаев. И наверняка вы пришли сюда, чтобы посоветовать родителям позаботиться о благополучии своих детей, готовы предложить какие-то услуги в страховании. Да, нужно отметить, что традиционно рынок страхования в части страхования детей, особенно в начале сентября, испытывает определенный рост. И это отмечаем мы, то есть страховщики. То есть это, как правило, четвертая неделя августа, начало сентября родители активно занимаются страхованием детей. Потому что сегодня многие спортивные секции не принимают детей, если они не застрахованы. Конечно, в данном случае просто родители должны правильно выбрать ту или иную программу страхования. И все-таки страховщики исходят из того, что гораздо удобнее, наверное, родителям все-таки предлагать программы, которые предполагают прежде всего накопительную часть. Потому что, как правило, накопительные программы совмещают страхование от несчастного случая и накопление как таковое. Ну а насколько популярны именно такие программы? Ну, вы знаете, могу сказать, что в этом году, как ни странно, в летом мы, страховщики, фиксируем довольно высокий спрос на страхование детей. Это связано и с летним отдыхом детей. Это связано и с тем, что многие родители наконец-то пришли к пониманию того, что брать кредиты, например, для обучения ребенка в высших учебных заведениях довольно накладно. То есть процентные ставки по кредитам довольно высокие. Многие приходят к тому, что им проще накопить с помощью системы страхования. А что можно сказать о страховых покрытиях, включенных в страховой полис? Если мы говорим о стандартных покрытиях, о страховании от несчастного случая, то, конечно же, туда включены травмы, ушибы, не дай бог получения инвалидности ребенком. Ну и, естественно, как самый крайний риск – это уход из жизни. Ну вот тут, наверное, можно отметить еще любопытный факт. Например, в Польше, насколько я знаю, существует такая программа, которая предполагает и даже оплату репетитора в случае, допустим, затянувшегося лечения. А в Испании пошли еще дальше. Оплачивают полностью услуги за обучение, если вдруг погибли родители. Что в этом случае может предложить российский рынок? Вы знаете, российский рынок, надо отдать должное ему, довольно активно перенимает западный опыт. Мы в этом смысле немножко отстаем в плане развития наших продуктов и предложения для страхователей. Но могу сказать, что вот в этом году, в прошлом году, страховщики начали активно предлагать программы, которые, например, предполагают освобождение от уплаты взносов в случае получения инвалидности родителям. Или какой-то серьезной травмы, которая привела к потере работы. То есть вот такого рода программы появились, их раньше не было. И они довольно активно развиваются. То есть, я имею в виду, спрос на них растет. Если говорить о каком-то особом предложении, связанном с получением травмы ребенка, пока, к сожалению, мы этого не делаем. И это связано просто с нетработанностью нашей системы. То есть, вы знаете, что, скажем так, вероятность на самом деле травмы довольно невысока. И все-таки мы исходим из того, что основная задача страхования, это не столько, вы же понимаете, да, что страхование не лишит ребенка, ну, как бы не защитит его от травмы. Страхование призвано дать некие средства для восстановления здоровья, прежде всего, ребенка. Поэтому вот в этой связи мы все-таки исходим из того, что наличие полиса, знаете, как закон перевернутого бутерброда, да, то есть, как правило, если ребенок застрахован, то это дает спокойствие родителям в том, что, вероятнее всего, с ними ничего не случится, с их детьми, прежде всего. Хорошо. А что вы можете предложить родителям, которые вот как раз решили подобрать программу страхования своего ребенка? В этом смысле я хочу обратить внимание родителей, чтобы они смотрели на размер страховой суммы, смотрели на возможные исключения из страхового покрытия, да, потому что, если мы говорим об исключениях страхового покрытия, крайне важно, когда действует программа страхования. Страховщики предлагают различные программы, то есть это программы, которые, например, действуют только в момент нахождения ребенка в школе, нахождение его в секции, и, например, исключают его, ну, получение травмы, например, по пути из школы домой. То есть здесь возможны варианты. Поэтому для родителей крайне важно в момент заключения договора страхования посмотреть все-таки, что конкретно включено в программу страхования, то есть какие виды рисков. То есть это может быть у нас страхование от травмы, да, от несчастного случая болезней, возможно, получение инвалидности ребенком. Если говорить о возможных вариантах в части покрытия, то прежде всего, конечно же, период страхования. То есть на какой период ребенок будет застрахован. То есть на это нужно обращать внимание, потому что возможны исключения из покрытия. А как помогают новые технологии в страховании детей? Можно ли сегодня воспользоваться услугами вашими через интернет? Вы знаете, страховщики сегодня активно развивают такое направление, как интернет-продажи. Конечно, оно сегодня довольно незначительно, потому что вы знаете, что страхование, оно довольно плохо, скажем так, продается через интернет. Но страховщики, скажем так, довольно активно завоевывают этот рынок, рынок страхования в интернете. И сегодня многие страховщики предлагают заключение договора страхования через интернет. И могу сказать, что доля довольно активно растет. То есть нельзя сказать, что она заметная или значительная, но то, что она появилась и то, что она довольно быстро прирастает, это факт. Ну хорошо, и последний вопрос. Где можно узнать всю необходимую информацию? Ну, знаете, на самом деле для наших продвинутых все-таки родителей, а мы исходим с того, что родители сегодня крайне продвинуты, у нас есть и чудесный сайт Дневник.ру, вы знаете об этом, да, то есть федеральная программа предусматривает, что каждый школьник будет зарегистрирован на этой программе. А также и страховщики сегодня довольно активно представлены в интернете. Я бы все-таки родителям рекомендовал, прежде чем выбрать программу страхования, обратиться на сайт той или иной компании и посмотреть конкретно, что та или иная программа, та или иная страховая компания предлагает конкретному родителю. А можно ли там прочитать отзывы родителей, которые уже с этим сталкивались? Вы знаете, вы же понимаете, что мы говорим с вами о сайте компании, и я далек от мысли, что какая-то страховая компания будет выкладывать какую-то негативную информацию относительно своих программ страховых. И информация может быть не только негативной, может быть наоборот. Вы знаете, на самом деле могу сказать, что из опыта родителей довольно... те, кто уже попробовали страхование детей, они довольно активно им пользуются. И надо отдать должное, что многие, кто, например, раньше страховали только от несчастного случая ребенка, сегодня приходят к тому, что они заключают договора страхования по накопительному страхованию детей. То есть это для них определенный выход в части, скажем, в будущем создания определенной финансовой стабильности для их ребенка в части оплаты обучения, либо каких-то событий, связанных с выпускным, еще с чем-то. Потому что, могу сказать из опыта, где-то в возрасте 10-11 лет, когда ребенок, родители уже думают о том, где же они возьмут деньги на первый год обучения и на выпускной. И в этом смысле дополнительное страхование, накопительное страхование детей в части вот этой дополнительной суммы, которая будет накоплена к моменту, когда ребенок закончит школу, она, скажем так, довольно значимая, и родителям она помогает. — Григорий Геннадьевич, спасибо за полезную информацию. — Пожалуйста, до свидания.